МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши, информационная программа Республика в студии Ольга Пыречкина. Сегодня до одном из чебоксарских предприятий зафиксировано возгорание сообщает МЧС Республики. Как стало известно нашему корреспонденту, речь шла о производственном объединении имени Чапаева. Сообщение поступило на пульт пожарной охраны в 9.44. Спустя минуту огнеборцы были на месте, пожарная часть находится рядом с предприятием. В 10.06 сотрудники МЧС ликвидировали очаг. Площадь возгорания составила порядка 60 квадратных метров. Никто не пострадал, технический процесс не нарушен. Никакой опасности нет. Сигнализация сработала четко. Возгорание было своевременно выявлено и устранено. К другим новостям. В «АллатРе» присутствует неплохой промышленный потенциал. Такие выводы сегодня сделал глава республики Михаил Игнатьев. Он побывал на двух градообразующих предприятиях и подвел итоги реализации комплексного инвестиционного плана. Как развивается «Моногород» оценил и мой коллега Дмитрий Ковалев. А завод вообще какого года построили? Мы еще все только в 2003 год. 120 лет в этом году. 120 лет. Теперь предприятие города «АллатРе» вообще. Корейские предприятия. На одном из самых старинных заводов «АллатРе» в механическом в ближайшее время планируют модернизировать производство. Недавно закупили новые станки. Инвестиционный план расписан на несколько лет вперед. В следующем году здесь должны появиться собственные блочно-модульные котельные. Пока же тепло в цеха поступает по обычной схеме. Мы уходим от тепла своей большой котельной. И входит много оборудованных. Порядка 40 миллионов. Это станки с ЧПУ мы приобретаем. Котельная для экономии? Да, большую экономию. Потому что сейчас она как бы нам выбыток. Основным заказчиком завода является компания «РЖД». На железную дорогу с конвейера отправляют детали для грузовых вагонов, специальные краны и даже котлы, которые устанавливают в пассажирских поездах. В этом году на предприятии работ было не в проворот. Более 300 миллионов рублей. Такова общая сумма реализованных заказов. Индекс производства уже превышает 150%. Планы следующего года тоже амбициозные. Партнеры намерены сотрудничать с заводом еще долго. На предприятии уже не хватает рук. В следующем году сюда трудоустроят еще 50 человек. С «РЖД» у нас подписан корпоративный заказ большой в течение пяти лет. И плюс у нас сторонняя организация, это Казахстан, большой заказ где-то на 100 миллионов. На заводе «Электроавтомат», который всегда работал на нужды авиационной промышленности, недавно начали выпускать счетчики электроэнергии. Умные приборы передают данные о потребленных ресурсах напрямую в снабжающую организацию. Правда, пока устройствами заинтересовались только две управляющие компании «Чувашия». Чаще заказы поступают из Казани. Глава республики пообещал организовать ликбез для коммунальщиков. Вообще в «АллатРе» наметился неплохой промышленный потенциал. В индустриальной черте города сейчас работает 8 крупных заводов. На многих предприятиях делают ставку на инновации. В условиях ВТО это верное решение. И молодежь, молодые девушки, которые в цехах работают, у них настроение хорошее. У них есть мотивация соответствующая, соответственно, норматив они уже выполняют. И тем самым, когда трудовые коллективы омолаживаются, можно сказать, перспектива хорошая, позитив имеется. Создавать благоприятную среду для инвесторов в «АллатРе» будут и дальше. Многород может получить дополнительные средства в рамках федеральной программы. Но необходимо в ближайшие годы исполнить свои социальные обязательства. Отремонтировать дороги и построить детские сады. Андрей Ковалев и Александр Петров. Республика. Государство продолжит субсидировать производителей молока в 2014 году. По словам заместителя министра сельского хозяйства России Ильи Шестакова, департамент животноводства Минсельхоза уже направил окончательное предложение на согласование в министерство. В 2013 году первоначально на субсидирование производства молока и ниже первого сорта из федерального бюджета было выделено 9,5 миллиардов рублей. В связи с подорожанием кормов эта сумма была увеличена на 3 миллиарда 200 миллионов рублей. Так что у руководителей сельхозпредприятий появится дополнительный стимул строить фермы и увеличивать количество дойных коров. Николай Андреев из Канарского района именно так и поступил. Сначала у нас не проектов не было, а опытом. Мордовии, Высокогорского района Марийской республики ознакомились с выездом. Янгорчина посмотрели, Геннадий Батюшевич Романова. Нижний Новгород съездили. Янтиков посмотрели, Грачева. Вот это типа точный проект Грачева, Янтиковского района. Скопировали, привязали, все документации оформили. И вот на сегодняшний день на данном стадии строительство объекта. Стройка ведется на площади более полутора тысяч квадратных метров. Здесь разместится и коровник на 200 голов, и родильное отделение. Кроме этого предусмотрен и молочный блок с холодильным оборудованием. Лаборатория, подсобные помещения для рабочих. На данный момент здание готово на 80%. Остается внутренняя отделка и небольшие детали. Строители планируют завершить работы к середине декабря. В этом же году поступит и необходимое оборудование для фермы. К слову, в настоящее время в СХПК имени Кирова поголовье достигло полутора тысяч. И из них около 500 рогатых дойное стадо. Кстати, самое большое в Канарском районе. Со временем Николай Андреев мечтает довести количество коров до 700. Эта мечта вполне может воплотиться в жизнь. И не последнюю роль в этом играет государственная поддержка. Благодаря реализации приоритетного национального проекта развития АПК за последние 7 лет построено и реконструировано 157 объектов животноводства. В начале ноября в Батревском районе была сдана в эксплуатацию новая молочно-товарная ферма на 200 коров. И сразу же в районе был заложен фундамент еще одной фермы в СХПК имени Красное Знамя. По предварительным подсчетам стоимость проекта 18 миллиардов рублей. Пока здесь работают только тракторы и экскаваторы. Но строители обещают, коров можно будет заселить уже летом следующего года. Галина Титарчук, Сергей Рябчиков, Республика. Глава столичной администрации провел сеанс прямой телефонной связи с чебоксарцами. Как бороться с пробками, почему приборы учета установлены не везде, куда деваются средства, собранные на капремонт. Вопросы и предложения звучали один с другим. Алло, говорите. Слушаем вас. Как обычно, телефон в течение полутора часов не умолкал. Отопительный сезон давно начался, но у кого-то в квартирах недостаточно комфортная температура. Кто-то считает, что в их микрорайоне давно пора построить детский сад. Кому-то кажется, что управляющая компания не слишком оперативно реагирует на обращение жильцов. Практика показывает, круг вопросов из раза в раз примерно одинаковый. Но с каждым разом становится все больше людей, которые пытаются решить проблемы не отдельно взятой квартиры, а всего дома, двора, микрорайона. В частности, много вопросов по новостройкам. В Богданке, например, по словам дозвонившегося, дома сданы. Но в некоторых не работает лифт, нет воды и газа, территория не освещена, вечером ходить небезопасно. А главное, не решены транспортные вопросы. Дома большие, в каждом доме по 300 квартир. Население увеличилось на большое количество людей. Как будет решаться проблема с общественным транспортом? В данный момент там ездит автобус «Тройка» и есть несколько маршрутных такси. Я считаю, что нужно как-то организовать, пустить еще один автобус, к примеру. Крупным пересадочным узлом является, я считаю, Богданово-Ленинский перекресток и вокзал. До вокзала ездит автобус 14-й. Ездит раз в час, может быть, в полтора. Автобус «Тройка» ездит с интервалом 22 минуты в час. Все обращения, а их было более 20, взято на контроль. В ближайшее время специалисты администрации должны не только проверить их, но и принять меры для решения проблем, насколько это возможно. Несвоевременная оплата штрафов ГИБДД. На юридическом языке это называется уклонение от исполнения административного наказания. Нарушители выявили в ходе рейда приставов. Житель московского района Чебоксара в августе 2013 года совершил три административных правонарушения, за которые был привлечен к административным штрафам в размере 800, 500 и 500 рублей соответственно. А в сентябре еще одно уже на сумму 300 рублей. Ни один штраф нарушитель не оплатил, за что был принудительно доставлен к мировому судье. А тот уже прибавил к денежным взысканиям 9 суток ареста и 50 часов обязательных работ. Управление Федеральной службы судебных приставов по Чувашской республике напоминает. Если вы хотите встретить Новый год в кругу семьи, а не в спецприемнике, позаботьтесь, чтобы погостить до должность по штрафам вовремя. Лучшего специалиста республики по охране труда выбрали сегодня в столице. Для того, чтобы стать первым, нужно было пройти тестирование, выполнить практическое задание и проявить себя творчески. О том, кому это удалось лучше остальных, в нашем сюжете. Творческий конкурс – это только часть задания финалистов, но, пожалуй, самое волнительное и ответственное. С каждым годом соревноваться все сложнее, говорят участники. Требования жестче. Правда, условия конкурса меняются вместе с работниками по охране труда, уровень которых с каждым годом становится все выше, говорят организаторы. Высококвалифицированные профессионалы, которые имеют высшее образование, как правило, юридическое и техническое. Большинство из них – это выходцы с производства, то есть непосредственно той организации, где они работали, начинали свою трудовую деятельность. И с каждым годом, благодаря и специальным курсам обучения по охране труда, вот их навыки и квалификация растет. Всего в Чувашии более 1200 специалистов по охране труда. Конкурс профессионального мастерства сплачивает коллег, позволяет обмениваться опытом и совершенствоваться, поднимает престиж профессии, отметил Кирилл Милюхин. Вы держите в хорошем тонусе работодатели для того, чтобы были каски, были перчатки, была нормальная атмосфера, была вот та охрана труда, которая на самом деле сохраняет нам здоровье, сохраняет нам жизнь и во многом создает благоприятное настроение на рабочем месте. Спасибо вам, спасибо вам огромное за ваш труд. Лучшим из девяти претендентов стал Владимир Порфирьев. Инженер по охране труда Чувашка и Промбанка. Он уже был финалистом конкурса, но победить удалось впервые. Наша задача, в том числе работодателя, стоит в том, чтобы наша организация не принесла расходы в виде штрафных санкций. То есть, чтобы соблюдались требования охраны труда, законодательства в охране труда, и работники были обеспечены безопасными условиями труда. Все финалисты получили специальные призы и огромный заряд энергии на совершение новых побед, правда, уже трудовых. Ольга Алексеева, Андрей Спиридонов, Республика. Завершился осенний этап ежегодной республиканской акции «Молодежь за здоровый образ жизни». В октябре-ноябре в различных мероприятиях приняли участие около 250 тысяч человек. В том числе в возрасте от 14 до 30 лет более 200 тысяч человек. В программе акции значились свыше 9 тысяч различных событий. Лекциях, конкурсов, концертов, встреч за круглым столом. Разумеется, на всех шла речь о том, как эффективнее и интереснее проводить профилактическую работу среди молодежи. Одну из главных ролей в этом процессе играют добровольцы. Армия волонтеров в Чувашии довольно многочисленная. У нас созданы и действуют более полутора тысяч команд. Более 42 тысяч волонтеров. Сегодня лучшие из лучших собрались, чтобы принять участие в очном этапе республиканского конкурса «Доброволец Чувашии-2013». Кто-то добровольно помогает пожилым людям или проводит профилактическую работу с молодежью. Есть и такие, кто является добровольным донором крови. Объектов для приложения добровольческих усилий более чем достаточно. Мы с организацией «Зеленый движение» хотим, изменить отношение людей к окружающему миру. На сегодняшнем мероприятии я буду представлять акцию «Посади свое дерево», в рамках которой мы в этом году за две акции посадили 55 тысяч сосен. В наших акциях принимало в общей сложности 300 человек. И мы считаем то, что руками молодых людей, простых активистов, посадить 55 тысяч сосен – это большой и достойный результат. Волонтерское движение в республике растет, и новые добровольцы уже готовы вступить в его ряды. В рамках конкурса мы решаем несколько больших задач. Первая задача – это то, что необходимо выявить ребят и, соответственно, поощрить, что они занимаются добровольческой деятельностью. Хотя они не требуют никакого поощрения. То есть они это делают ради себя, потому что они по-другому не могут не делать этого. А вторая задача – это то, что необходимо, чтобы ребята между собой общались. Поэтому сегодняшний финал, наш очный этап, он проходит в общей обстановке. Итоги конкурса станут известны чуть позже, но сам факт существования массового добровольческого движения – уже победа всего общества. Дмитрий Точилов, Михаил Дементьев, Андрей Спиридонов. Республика. В городской стоматологической больнице Чебоксар собрали маленьких пациентов. Но не для того, чтобы провести санацию полости рта, а для того, чтобы еще раз напомнить – детство – счастливая пора, наполненная положительными эмоциями, яркими впечатлениями и добротой. Особенно важно это для ребят с ограниченными возможностями. Репортаж далее в нашем выпуске. А я с вами прощаюсь. До завтра. Когда мы начали строить именно детское отделение на улице Гузовского для маленьких детей северо-западного района, мы сразу же туда предусмотрели отделение именно для детей трудной жизненной ситуации. Взяли этот социальный проект на себя, этот проект социальной городской стоматополиклиники, переоборудовали «Газель», автомобиль «Газели». Сегодня наш пациент может позвонить в регистратуру, выезжает в нашу машину, привозит. На месте оказываем медицинскую помощь, соматологическую помощь, с диагностикой, с полным планом лечения. После приветственного слова Владимир Николаевич вручил почетные грамоты педагогам 54-й школы за активное участие в традиционных праздниках, приуроченных ко Всемирному дню людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Затем началось веселье, которое, на наш взгляд, никого не оставило равнодушным. Аккуратно поворачиваем! Аккуратно поворачиваем! Мы попросили поделиться своими впечатлениями одного из активных участников праздничного веселья. И когда я увидела большой зал с детьми, дети смотрели на меня с такими глазами, ожидая что-то такого, не знаю, праздника они от меня ждали. И мне было очень приятно потом, когда уже в течение всего праздника они играли со мной, они, не знаю, было очень весело с ними. И мне самой было приятно от того, что мне улыбались, и мне было хорошо, что я могла подарить им праздник. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова